Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что ваш муж считает нормальным, значит, пить неделю, а потом, значит, чтобы вы его простили. Ну, насколько это нормально, мы говорить не будем, потому что понятие нормальности, оно указывалось в своем, вот, мне бы хотелось обратить ваше внимание немножко на другое, значит, смотрите там, во-первых, вы не написали, сколько вы с мужчиной вместе уже, в отношениях, вы не написали, как давно это было, как давно это началось, то, что он пьет вечерами и напивается в выходные, то есть, было ли это сразу, с момента вашего знакомства, например, или появилось это не сразу, не с момента вашего знакомства, но началось там, спустя какое-то время. Если это началось спустя какое-то время, то важно понять, именно вот с какого момента это началось, потому что вот причины того, что он так себя ведет, именно причины, могут быть самые разнообразные. Дело в том, что мужчина может пить по множеству оснований, и в частности, там, некоторые основания мужчина может считать совершенно, ну, совершенно нормально. То есть, для него это может быть действительно повод пить. Но дело на самом деле не в этом, а в том, как вот вы вы сами воспринимаете ситуацию, то есть, как вы ее видите, как вы ее оцениваете. И если, что очень важно, если ситуация была такова, что это началось, значит, спустя, там, вот какое-то время после того, как вы, ну, допустим, стали вместе, если это началось спустя какое-то время, то он нужно проанализировать. Прям вот в обязательном порядке нужно проанализировать. Что же тогда все-таки произошло? Что сподвигло мужа вашу пить? Ведь человек никогда от хорошей жизни алкоголь потреблять не будет. Ну, ему понравилось это состояние. состояние, когда он пьет. Раз понравилось, значит, для этого есть основание, если ему понравилось. И если ему понравилось состояние опьянения, если он пьет постоянно, значит, и стимул, стимул тоже постоянный. И пока не будет ясен стимул, вам и специалист особо не поможет. Потому что специалист что делает? Специалист снимет симптомы. Да, симптомы специалист снимет. Приведет, там, детоксикацию организма вашего мужа. Там, очистит его, его... Это да. Это да. Все это так. А потом что? Когда, например, муж ваш вернется опять в прежнее состояние, в привычное состояние, в привычный образ жизни, что будет тогда? Понимаете? Вот этот момент, он на самом деле очень важный, потому что причины того, почему человек начинает пить, причины того, почему человек начинает зависеть от алкоголя, на мой взгляд, всегда незаконно обходят страну. Совершенно необоснованно обходят страну. И вам нужно это понять, хотя бы для себя, что ваш муж заставляет потреблять алкоголь. Если вы это сможете понять, хотя бы для себя, то вы сможете подкорректировать его поведение, сможете подкорректировать свое поведение именно так, чтобы вот эта потребность, которая двигает мужчины в сторону употребления алкоголя, чтобы она была удовлетворена, чтобы не было конфликта, который заставляет его пить. И тогда все остальное имеет смысл и имеет значение для вас. Также в этой ситуации вам необходимо понять еще и следующее. Что вы говорите, значит, как себя вести с мужем. Вот вы ему скажите, что, дорогой, ты много-много-много раз обещал не пить, но все равно пьешь. Я понимаю, что ты, может быть, и хочешь уже, но не можешь остановиться, не можешь не пить. Ведь обещания ты не даешься в трезвом пить. А, соответственно, начинаешь пить, ты тоже в трезвом. Соответственно, если ты начинаешь пить в трезвом, значит, ты чего-то хочешь. Тебя кто-то заставляет забывать о данном с тобой обещании. И вот это что-то сильнее того, что ты мне обещал. Поэтому, поскольку твое поведение является, по сути, принижением меня, то я даю тебе возможность обратиться за помощью врачу, психологу, наркологу, чтобы ты вылечился и смог свои обещания сбеживать. Если ты вот этого не делаешь, например, в течение недели, то, значит, я буду рассматривать вариант ухода от тебя. Вот и все. Поймите, у мужчины должен быть стимул. Стимул, чтобы не пить. А стимул, чтобы не пить, у мужчины может появиться только тогда, когда вы лишите его возможности получать от ситуации, в которой он оказал все, что он получает. Пока что, пока, по данным моментам, ему удобно. Ему удобно так себя вести. И он так себя ведет. Потому что ему удобно. Если вы хотите, чтобы ситуация поменялась, нужно сделать так, чтобы ему было некомфортно в этом его положении. И вполне может быть, что речь идет о том, чтобы лишить его этого комфорта, то бишь, вас. И чтобы это была реальная возможность вас потерять для него. Вот тогда вы увидите, насколько ваше желание сохранить семью обоюдно. Если желание сохранить семью не является обоюдным, то если мужчина хочет этого меньше, чем вы, то, соответственно, и нет смысла тогда вам пытаться ее сохранить. Потому что это может сделать только та пара, где с обоих сторон есть одинаковое желание, одинаковое сильное желание. Если желание только с ваших сторон, то получается, что это больше нужно вам, значит вы уже зависимый человек. А зависимый человек не свободен, а несвобода это означает опустошение и негатив. То есть то самое, что вы получаете от своего мужа. И в таком случае вам нужно стать более свободным. Это тоже определенная работа, но уже над собой, над вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы у вас остались дополнительные, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. спасибо. Спасибо за субтитры Алексею